Сегодня состоялся государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Сингапур. События назвали прорывным в дальнейшем расширением многопланового партнерства между нашими странами. Прошли переговоры на высшем уровне, был подписан солидный пакет документов, обозначены ключевые направления расширения взаимодействия на ближайшую перспективу, скреплены подписями на полях визита инвестиционные соглашения и торговые контракты на сумму около 5 миллиардов долларов. Об этих и других мероприятиях визита в видеообзоре нашей программы. Феномен Сингапура, пожалуй, самое известное экономическое чудо Азии. Демонстрация того, как одно из самых маленьких государств в мире, площадью чуть более 700 квадратных километров, может сделать мощнейший рывок. А ведь на старте реформ не было ни очевидных экономических преимуществ, ни значительных запасов природных ресурсов. Даже пресную воду приходилось импортировать. А большая часть населения проживала в трущобах и была безграмотна. Рост и Сингапура обеспечили усилия в четырех ключевых направлениях. Это экономические реформы, задавшие вектор инвестиционно-инновационного развития. Социальная модернизация, эффективная борьба с коррупцией и политическая стабильность. Страна широко известна самым эффективным правительством в мире и действенными механизмами наращивания кадрового потенциала. Сегодня Львиный город – один из мировых лидеров в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника и фармацевтика, крупнейший финансовый, нефтеперерабатывающий торговый центр региона и один из главных транспортно-логистических хабов Азии. Валютные резервы страны в ноябре 2022-го достигли 295,3 миллиарда долларов. Это десятое место в мире. Назван Сингапур и одним из мировых центров в области образования. Модели роста отраслей, аккумулированный опыт города-государства представляет особый интерес для Узбекистана. А параллельно идет мощное расширение сфер двухстороннего партнерства. Ведь регионы Центральной и Юго-Восточной Азии, как показала практика, могут успешно кооперировать интересы и сообща строить благополучное будущее. Вот так Узбекистан и Сингапур идут навстречу друг другу. Во взаимной торговле установлен режим наибольшего благоприятствования. За последние годы объем сингапурских инвестиций в Узбекистан превысил 700 миллионов долларов. Количество предприятий с сингапурским капиталом увеличилось в четыре раза, а товарооборот между двумя странами в два раза. Активизировался межправительственный и межпарламентский диалог. Главное есть политическая воля в нынешнее противоречивое время и дальше наполнять партнерство конкретными проектами и программами. И есть четкое видение, как это сделать. Сегодня в рамках государственного визита президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Сингапур состоялись мероприятия на высшем уровне. Переговоры с президентом этой страны Халимой Якуб и премьер-министром Лисян Луном. Узбекско-сингапурскому саммиту предшествовала официальная церемония встречи главы нашего государства, прошедшая во дворце президента Сингапура Истана. На площади перед дворцом в честь высокого гостя выстроился почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Продолжение следует... Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев и президент Сингапура Халима Якуб обошлись в строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. Далее состоялась церемония наименования в честь президента республики Узбекистан нового сорта орхидеи, цветка, являющегося национальным символом Сингапура. Такие мероприятия традиционно проводятся в знак высокого уважения и почета к высоким гостям этой страны и выдающимся деятелям. По традиции президент Шавкат Мерзиёев собственноручно поместил у цветка табличку с названием нового сорта орхидеи – орхидея Шавката Мерзиёева. Это прекрасный и свободно цветущий гибрид орхидеи Энсби Перпл и Кила Блю. Он образует полумахровые соцветия длиной около 45 сантиметров, на которых распускается от 17 до 20 цветков. Каждый цветок размером около 5 сантиметров поперечники. Сиренево-фиолетовые лепестки и чашелистики имеют орхидейно-фиолетовое окамление. Затем президенты провели двухстороннюю встречу. Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего углубления отношений между Узбекистаном и Сингапуром. Сотрудничество в области реформ по дальнейшей демократизации общественно-политической жизни. С удовлетворением констатировалось активное партнерство в образовательной сфере. В Ташкенте успешно действует Сингапурский институт развития менеджмента и Сингапурская академия технологий, менеджмента и коммуникаций. Подробно рассмотрен опыт двух стран в сфере регионального сотрудничества и интеграции в Центральной и Юго-Восточной Азии. Отмечен высокий уровень взаимопонимания и обоюдной поддержки на международных площадках в продвижении инициатив Узбекистана и Сингапура по актуальным вопросам региональной стабильности и устойчивого развития. По итогам встречи определены ключевые направления развития взаимодействия. Шакет Мерзиёев пригласил Халиму Якуб посетить нашу страну с визитом в любое удобное для нее время. Затем в резиденции Истана президент нашей страны провел переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сян Луном. Подробно рассмотрены текущее состояние и перспективы взаимодействия. Отметили положительную динамику развития сотрудничества в приоритетных направлениях. Так ощутимый прогресс достигнут на торгово-экономическом треке. Подчеркнуто наличие больших резервов для наращивания практического взаимодействия во многих сферах. Сингапур – экономический центр Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже не первый год страна удерживает статус одной из самых крупных и развитых экономик в мире, опираясь на успехи в таких ключевых отраслях, как электроника, химическая промышленность, биотехнологии, банковский сектор, логистика и транспортное машиностроение. С учетом этого глава нашего государства определил шесть ключевых направлений сотрудничества с Сингапуром на ближайшую перспективу. Первое. Развитие человеческого капитала и подготовка высоко квалифицированных кадров для государственного управления. Достигнута договоренность о реализации с участием школы государственной политики имени Ли Куан Ю совместной программы по подготовке и повышению квалификации государственных служащих в сферах управления, градостроительства, развития инфраструктуры, цифровой трансформации, инновации, образования и здравоохранения. Также на базе Академии государственного управления Узбекистана будет запущена программа интенсивной переподготовки госслужащих с привлечением ведущих сингапурских экспертов. Второе направление заключается в привлечении сингапурской стороны в процессы приватизации в Узбекистане. В этом контексте на переговорах обсуждены перспективы реализации с привлечением передового опыта современных технологий и менеджмента ведущих сингапурских компаний новых проектов в рамках приватизации крупных предприятий Узбекистана. Предложено создать совместный инвестиционный фонд для трансформации и реструктуризации государственных предприятий с целью дальнейшего вывода на IPO и привлечения внешних инвестиций. Третьим приоритетом обозначено привлечение передовых зеленых технологий и цифровых решений. Обсуждены возможности по внедрению достижений Сингапура в области цифровизации, а также применения инноваций и технологий этой страны в области зеленого развития. Четвертое направление – совершенствование городской инфраструктуры и коммуникации. Согласованы мероприятия по сотрудничеству в области городского планирования и строительства, озеленения, коммунального хозяйства. Первым шагом в этом направлении стала договоренность о создании в Узбекистане совместного центра проектирования и инжиниринга по реализации инфраструктурных и отраслевых проектов. В рамках пятого направления сотрудничества отмечена важность поддержки инвестиций и расширения взаимной торговли путем продвижения с ведущими сингапурскими компаниями совместных праведов. Достигнута договоренность о создании узбекско-сингапурской инвестиционной компании с уставным капиталом 500 миллионов долларов. В качестве шестого направления глава нашего государства подчеркнул необходимость обмена опытом в области обеспечения общественной безопасности, сохранения межнационального согласия и борьбы с радикализмом. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. В завершении встречи, прошедшей в открытой и дружественной атмосфере, Шавки от Мерзьёев пригласил Ли Сян Луна посетить нашу страну с визитом в любое удобное для него время. По итогам переговоров прошла церемония обмена двухсторонними документами. В присутствии глав в делегации состоялся обмен восьмью документами, предусматривающими дальнейшее наращивание узбекско-сингапурского сотрудничества. В частности, принято соглашение о сотрудничестве в области образования, транспорта, здравоохранения, сфере подготовки кадров, в том числе государственных служащих. Достигнуты также договоренности о торгово-экономической кооперации и взаимодействии между прокуратурами двух стран. К тому, что в предельно плотную президентскую программу вошла эта локация, можно привести веский аргумент. Качество образования. То, что школа государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура демонстрирует на протяжении всей своей деятельности. Данность, которую Узбекистан хочет видеть своей реальностью. Ко встрече с президентом Шавкатом Мерзьёевым готовились тщательно. Топовая кузница кадров Сингапура всегда открыта для обмена опытом и общения. А с Узбекистаном намечается серьёзное сотрудничество. В мировом рейтинге университетов школа занимает 11 место в мире и первое в Азии. Созданная в 2004-м и получившая имя первого премьер-министра. Она унаследовала программу, разработанную в 92-м совместно с Гарвардской школой Кеннеди. Миссия образовательного учреждения сформулирована предельно ясно. Быть ведущей глобальной школы государственной политики в Азии, развивая лидерство мысли, улучшая стандарт управления и преобразую жизнь для более устойчивого мира. Сюда едут отовсюду. И именно иностранные студенты составляют большую часть обучающихся. Сингапуром вдохновляются многие. И тоже хотят, как он. И хотя все любят говорить о местном чуде, феномен страны далеко не волшебство. А итог сложной системной работы, где не последнюю роль сыграла компетенция кадров, уровень знаний и навыков, которые гарантируют система образования. Шавкат Мерзиёев без лишних вступительных речей сразу перешел к сути дела. Как выстроить сотрудничество, чтобы эффект был максимальным? Разговор коснулся конкретного числа обучающихся, которые будут приезжать в Сингапур, подготовки совместного факультета при Академии государственного управления. Будем изучать и адаптировать у себя в Узбекистане самые передовые образовательные программы, как магистрской подготовки, так и докторской подготовки. Для нас очень интересно это изучение самого передового сингапурского опыта, как они достигли эффективности правительства. Это антикоррупционный уровень, вообще номер один в мире. Executive Education называем это программа стажировки и повышения квалификации государственных служащих, то есть практикующих людей. Мы с ними договорились организовать четырехнедельную программу, но не все четыре недели будут в Сингапуре. Первая неделя, это ориентационная программа, будет подготовительная, это будет в Ташкенте. Самые лучшие из лучших государственных служащих будут отправлены сюда в Сингапур на двухнедельную программу. Обмен преподавателями, обмен исследователями. Одно дело государственные служащие, которых вы и раз-два отправите, другое дело это систематическая работа с ними. То есть самые преподаватели, сами научные сотрудники должны видеть, как здесь все это организовано. Реализовать еще одно направление помогут возможности современных технологий. Коллеги будут всегда на связи. Именем им в квартал организуют круглые столы, вебинары, конференции. В недавно принятом законе о госгражданской службе элементы взяты из опыта Сингапура. В целом это открытый набор, основанный на системе меритократии. Сингапур сам известен тем, что построил свою госсистему на системе меритократии. Когда отбирались самые достойные и самые необходимые для госслужбы. Также почему именно школа Ликонио. Вместе с тем, что школа преподает как и технические знания, фундаментальные, основанные по направлениям. Также у них есть образование по компетенциям. Что для нас является на сегодняшний день очень необходимым. К примеру, лидерские качества, critical thinking, management. Также в планах агентства развития госслужб при президенте Республики Узбекистан задача подготовка из числа резерва госграждан служащих в школе Ликонио по развитию их компетенции. Среди студентов здесь и Сайкалбек Аллайоров из Термеза. Обучается по направлению госуправления. С огнем в глазах и конкретной целью по жизни. Для главы государства это всегда приятный момент. Здесь же подписали соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Узбекистан и школой государственной политики имени Ликон Ю. Встреча прошла очень продуктивно. И мы договорились активизировать связи. Усилие президента вашей страны по развитию нашего сотрудничества, поднятию его на новый уровень заслуживает особое уважение. Мы поговорили о многом. Будут созданы новые учреждения. Узбекские чиновники будут приезжать к нам для изучения передового опыта в стране. Мы заинтересованы в партнерстве сферы. Образование у вас сегодня переживает новый этап. Действуют многие университеты, в том числе Сингапурский институт развития менеджментов Ташкенте. Мы еще много сделаем вместе. И ваш президент лично мотивирует на это. Еще одно важное событие государственного визита. Президент провел встречу с главами ведущих компаний финансовых структур Сингапура. Состав более чем представительный. Министр торговли и промышленности Леонг Си Танг. Председатель Сингапурской федерации бизнеса Минг Ян Лим. Руководители 15 таких крупнейших компаний, как Индорама, Мейнхард Групп, СПЖ Корпорейшн, Чанги Аэропорт, Сингапурский институт развития менеджмента, ТМС Академии, Виртус Хелс и другие. Шакет Мирзиоев обратил внимание на то, что этот визит в Сингапур – первая зарубежная поездка в 2023. И это свидетельствует об исключительном внимании Узбекистана к установлению прочных и взаимовыгодных отношений с Сингапуром. Звучало, что благодаря реализации системных реформ в Узбекистане приток инвестиций увеличился до уровня, превышающего 30% ВВП. Только за 2022-й в экономику привлечено 8 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. А еще с удовлетворением озвучены итоги состоявшегося накануне Узбекско-Сингапурского бизнес-форума, в рамках которого заключены новые инвестиционные, торговые и финансовые соглашения. Это свидетельство значительной активизации нашего сотрудничества, очевидный успех и факт того, что повестка узбекско-сингапурских отношений наполняется новым практическим и качественным содержанием. Но потенциал партнерства, уверен, президент не исчерпан. Наши страны могут значительно расширить двустороннее сотрудничество. Для нас представляет большой интерес передовой опыт сингапурских компаний, сказал глава государства. Уверен, что синергия, инновации и технологии сингапурских партнеров с ресурсным и кадровым потенциалом Узбекистана обеспечат стабильное развитие будущих совместных проектов. Лидер нашей страны выделил наиболее перспективные направления для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, включая участие сингапурских компаний в процессах приватизации в Узбекистане, развитии городской и транспортной инфраструктуры. Реализации совместных проектов в химической и текстильной отраслях, зеленой экономике образования, здравоохранения и других. А еще выражена готовность обеспечить сингапурских предпринимателей необходимой производственной инфраструктурой, широкой поддержкой в виде льгот и гарантированных закупок, а также предоставить другие меры содействия. Отметив, что проводимые в Узбекистане реформы ориентированы на то, чтобы наша страна ассоциировалась у зарубежных партнеров с надежностью и стабильностью, президент призвал сингапурских предпринимателей воспользоваться открывающимися возможностями для взаимовыгодного сотрудничества и активно инвестировать в нашу экономику. Состоялся подробный обмен мнениями о планах по расширению партнерства. В своих выступлениях представители сингапурского бизнеса высоко оценили экономические реформы, запущенные в Узбекистане. Поделились планами по реализации конкретных проектов. Побеседовав с каждым членом бизнес-делегации, глава нашего государства пригласил предпринимателей посетить нашу страну и лично ознакомиться с созданным благоприятным инвестиционным климатом. По итогам встречи ответственным руководителям с узбекской стороны поручено разработать и утвердить план практических мер с включением в него всех озвученных проектов и указанием пошаговых механизмов конкретных сроков исполнителей. Этот визит аналитическое и экспертное сообщество Сингапура назвали прорывным по значимости принятых решений и подписанных договоренностей. Отныне все будет работать на то, чтобы наши страны и народы стали еще ближе, чтобы реализовывались новые перспективные проекты во всех, без исключения сферах. На этом государственный визит президента республики Узбекистан Шабкета Мерзиоева в Сингапур завершился. В международном аэропорту Чанге высокого гостя проводили официальные лица Сингапура. Глава нашего государства вылетел в Ташкент.